В прошлый раз мы закончили более-менее с нитями, как средством использования процессорного времени в процессе, как мы можем нити создавать, что мы в них можем делать и как мы можем выполнять синхронизацию нитей с помощью MUTXF и CONDWAR. Теперь давайте вернемся к настоящим полновесным процессам, как их создают, как они взаимодействуют друг с другом. Собственно, мы переходим к обсуждению работы с процессами. В Unix, в Unix-like, но в POSIX-системах традиционно основным способом создания процессов является системный вызов-форг. О нем много всегда рассказывают, рассказывают на лекциях и примеры даже приводят. Собственно, системный вызов-форг, он позиционируется как единственный вызов, с помощью которого пользователь может создавать новые процессы. И сам по себе системный вызов-форг очень простой. У него вообще нет никаких аргументов, он ничего не принимает. И у него есть единственное возвращаемое значение – это идентификатор. В зависимости от того, куда мы попали, это будет либо ноль, либо идентификатор процесса сына. На самом деле, простота – это обманчиво. То есть, форг сам по себе простой, но под капотом выполняются сложные действия. И эффекты, которые происходят с форгом, они тоже достаточно сложны. И вот это понимание, оно необходимо для нормального использования системного вызова-форг. В целом, чаще всего у нас форг используется в паре с системным вызовом EXEC-VE или какой-то библиотечной функцией семейства EXEC. И там нюансы сведены к минимуму, но не до конца устранены. Поэтому о форге нужно понимать, как там, что внутри работает. Форг – это традиционный, вот именно, Unix-ный способ создания процессов. На самом деле, их больше. Есть такой системный вызов B-форг, который в разных системах реализован по-разному. Поэтому он пришел из семейства BSD. Не факт, что он может работать идентично, как обычный форг вообще без отличий, а может работать таким образом, что отец будет ждать, пока сын не выполнит EXEC-VE. То есть это тоже такой нюанс, который может чуть-чуть улучшить перформанс. Ну, об этом тоже чуть поговорим. И на самом деле и форг, и в форг в Linux, они все выполняют, моделируются с помощью Linux-ового системного вызова клоун или его разновидностей. Вот он сам по себе выглядит достаточно страшно, поскольку это системный вызов, который принимает кучу параметров. И который предназначен не только для создания полновесных процессов, то есть полностью изолированных друг от друга, но в частности с помощью системного вызова клоун или его модификаций в том же Linux-е создаются и нити тоже. То есть тут, по сути, если совсем узко говорить, что у системного вызова клоун основная задача – это создать новый поток исполнения, а дальше уже с помощью разных флагов мы можем, например, попросить его создать новую виртуальную память, создать новый контекст процесса, склонировать файловые дескрипторы, чего угодно, вплоть до того, что именно мы с помощью системного вызова клоун где-то там в совсем продвинутых вещах можем делать контейнеры и выносить процессы в отдельные неймспейсы для их изоляции, то, чем занимается докер на самом деле, в более глупом варианте. Но это вот в отличие от простого форка, тот же самый клон принимает целую структуру в качестве аргументов, то есть там уже все начинается сложно. Возвращаясь к форку, идея эта форка очень проста. Форк расщепляет текущий поток исполнения на два и помещает каждый новый, то есть у нас есть оригинальный поток исполнения, который остается в своем процессе, а новый поток исполнения, получившийся в точке расщепления, он помещается в отдельный процесс. И вот этот отдельный процесс обладает теми же самыми характеристиками практически во всем, что и оригинальный процесс. То есть мы сделали, условно говоря, практически точную копию оригинального процесса и поток исполнения, который есть в новом процессе, он продолжил выполнение с той же самой точки, на которой мы выполняли форк. То есть вот взял, процесс распонировался. Наверное, отсюда и название – вилка. То есть мы дошли до расщепления и просто там по двум уже реально параллельно работающим путям пошли исполняться дальше. То есть форк здесь, получается, не переходит на какую-то другую точку исполнения, в отличие от мейна или в отличие от петрет-криета, он просто продолжает выполнять те же самые точки. И это как раз, ну и плюс и минус. Это некоторая особенность, которая может отражаться на коде, который мы пишем. Во-вторых, форк, как я сказал, делает полную копию процесса, включая практически все. И в частности, включая виртуальную память. То есть все содержимое виртуальной памяти, как есть, полностью копируется в созданный процесс. Ну там за исключением, ну да, полностью все на самом деле. При этом под копированием нужно понимать не реальное физическое копирование страниц памяти, а в новом созданном процессе сыния копируются таблицы виртуальной адресации, то, с чем мы работаем, когда, например, смотрим процессы в мапсе. То есть отображение, физическое отображение виртуальной памяти на файл. Вот оно полностью копируется, и у обоих процессов, и у процесса отца, и у процесса сына, устанавливается временно на все страницы, которые были скопированы, даже на которые read-write страницы, которые были скопированы, устанавливается флаг copy-on-write. Об этом флаге мы с вами обсуждали еще в контексте м-мапа. Ну, по факту, вот тоже здесь непосредственно та же самая логика и работает, что, например, у процесса есть стэк, мы сделали форк, теперь есть стэк в оригинальном процессе, и точно так же есть стэк в процессе сыния, но оба этой стэка, они помечены как copy-on-write. То есть, как только какой-то из процессов начнет работу со стэком, изначально стэк у них идентичный, сразу же будут происходить page-fold, страничные исключения у процессора, и вот эти вот страницы стэка, они будут копироваться уже для каждого процесса свои в режиме полного доступа, в режиме read-write. И так вот процесс будет работать, он какие-то страницы стэка будет модифицировать, ну и они будут потихонечку отдаваться ему уже в режиме read-write. И на самом деле, те страницы, виртуальная адресация, до которых процесс сын, например, не дотянется на запись, когда будет работать, они могут даже и не скопироваться. То есть, если процесс сын делает после форта, делает немного действий и сразу вызывает exec, то, скорее всего, затронутыми окажутся мало страниц. То есть, одна-две страницы стэка будут по факту скопированы, ну и там, ну и, наверное, все. Может быть, еще какая-то страница памяти, которая ерно тронет. И в этом смысле форк, за которым последует exec, он практически не потребует ресурсов именно физической оперативной памяти на копирование процесса. Но, тем не менее, нам потребуется скопировать вот эти все таблицы. То есть, форк по-настоящему, по-честному копирует таблицы виртуальной адресации. Но это, да, это тоже требует времени. Поэтому форк – это не самый эффективный, не самый быстрый способ создания процесса. Но надо сказать, что вообще, если вам нужно создавать процессы миллионами в секунду, скорее всего, вы что-то делать не так. То есть, мы и так от процесса предполагаем некоторую долгоживущуюсь, что там он будет как-то украдать ресурсами. Поэтому мы можем потерпеть некоторую неэффективность форка, если мы не будем уж прям очень часто это все вызывать. Есть некоторые репричные функции семейства Spawn. Ну, там их можно в Косиксе найти. А, Spawn, давайте поищем. Которые работают как комбинация форк-экзэк. И, наверное, потенциально в некоторых системах могут быть реализованы более эффективно, чем отдельный форк, отдельный экзэк. Но это такая уже специфика. Первоначальное назначение функции Spawn было для систем, в которых нет вообще виртуальной памяти, и в которых бессмыслен форк. В том виде, в котором мы его сейчас обсуждаем. Поскольку форк копирует полностью виртуально-адресное пространство процесса, то с этим связаны некоторые разные эффекты. Да, кстати, про треды. У нас в работающем процессе может быть много контекста исполнения, которые реализуются в виде тредов. Когда какой-то из тредов выполняет форк, то остается он один. У процесса сына создается один поток исполнения, и этот один поток исполнения создается вот с той самой точки, на которой был вызван форк. То есть, если у нас было там какое-то количество нитей, в процессе сына они просто не будут существовать, в принципе не будут существовать, никогда не будут работать. И исполнение пройдет просто в той же самой нити, которая выполняла форк. Это серьезная проблема, поскольку, например, у других нитей могут быть залочены разные мютиксы, от которых зависит исполнение нашей той нити, которую выполнила форк. поскольку нити, кроме той, которая сделала форк, в процессе сына не существует, то и вполне реально, что эти мютиксы никогда не будут разложены. То есть, да, мютиксы скопируются полностью, они скопируются в залоченном состоянии, и будет некому их разложить. Поэтому вот в многопоточных программах обычно требуются какие-то дополнительные нетривиальные действия, чтобы выполнить форк правильно, чтобы гарантировать, что у нас в процессе сына не произойдет ничего плохого после выполнения форка из-за того, что, например, не та нить форк сделала. То есть тут нужно быть очень аккуратным. Форки не очень хорошо совместимы с тредами. Точно так же, как не очень хорошо совместимы с тредами, это сигналы. Так мы тоже будем говорить. Ну так, значит, если я вас дарил, давайте перейдем с тредами, и функция мыла. Ну, что запечатаем. Допустим, делаем форк. Форк формально возвращает некоторые целые значения, типа pid подчеркивание t. То есть формально это некоторые возвращаемые тип pt. Ну, все понимают, что это int. ничего страшного, что мы pid тоже можем в int. Но формально это еще раз скажу, пикты. Раньше когда-то вот эти вот pid, они были достаточно сильно ограниченными. То есть у нас пространство pid процессов было, например, от нуля до 32767. То есть вот это положительное 16-битное число. И, наверное, до сих пор на 32-битных системах на маленьких инсталляциях вот эти вот пространства pid такое. То есть нулевого процесса у нас нет. Один процесс там занят имитом. Ну, где-то там дальше pid небольшие тоже какие-то системные процессы. Возможно, нити ядра. и пользовательские процессы дальше идут. Максимальный пик был 3867. Это давно уже не так, если мы посмотрим список процессов. Ну, как бы тут он уже 35, но потому, что я его собственно перезагрузил недавно. поэтому у него счет процессов начался с единички. Если мы возьмем какой-то более долгоживущий аптайм типа суток. Да, меньше суток еще аптайм. Если мы возьмем какой-то более долгоживущий сервер, у него аптайм 188 дней, ну, самый большой, тем не менее, то мы видим, что здесь в PID уже типа 2 миллиона и скорее всего там уже несколько раз они прошли по цифру. То есть в PID мы можем считать, что это INT и в общем у нас нет основания предполагать, что это какой-то маленький INT. Он может быть достаточно большим. Мы можем посмотреть максимальное значение вот герну сейчас сейчас. Вот здесь вот есть специальная типа псевдфайл PID max, где указано максимальное значение PID для данной системы. Это 4 миллиона с чем-то там. Не знаю, почему такое, но окей. Когда количество процессов, когда ID процессов доходит до этого максимальное значение, они начинаются с маленьких чисел. То есть мы дошли до 4 миллионов, пошли снова там 1, 2, 3, берем свободные. Они могут быть заняты, но мы будем брать свободные. Мы будем ходить по циклу возможно много раз, в зависимости от того, сколько раз у меня, сколько живет операционная система работает. Это тоже некоторая проблема. Она небольшая, но так чисто из таких соображений паранойи на самом деле, когда у вас есть некоторые PID, PID сына, то совсем не факт, что поэтому PID живет сын процесса. Ну, мало ли, что там произошло. Чисто теоретически, это очень маловероятно, но тем не менее, процесс сын закончился, PID перебрались настолько быстро, что уже какой-то другой процесс имеет тот же самый PID, но это не сын. Это такое возможно. То есть PID это не уникальный идентификатор процесса, скажем так. То есть вот в работающей системе они, конечно, уникальные, но они все время переиспользуются. были попытки это обойти, в том же самом Linux есть такой альтернативный способ создания файлов, который вам дает не PID процесса сына, а файловый дескриптор процесса сына. Ну, вообще, забегая вперед, понятие файлового дескриптора в современных Unix с файлом не связано. То есть это некоторые, условно говоря, некоторые handle, которые вам даются, чтобы вы могли сходить в ядро с этим самым числом и что-то там у него попросить. Это не обязательно файл, все что угодно может быть, которое хоть как-то отдаленно напоминает интерфейс файлов. Ну, например, сигналы, казалось бы, но операция read на файловом дескрипторе связанном сигналом у вас заблокирует процесс, пока сигнал не придет. Ну, почему бы и нет. То есть файловый дескриптор это не файл, это некоторый универсальный инструмент для взаимодействия процесса с ядром. Итак, вот у нас есть маленькая программка. Мы здесь получили PID. Давайте напечатаем тот, который мы получили и тот, который наш собственный. PID и getPID. GetPID системный вызов, возвращающий наш собственный PID, но еще есть getPID, который возвращает ID сына. Если нам вдруг это понадобится. Ок. Давайте скомпинируем. Запускаем и получаем какие-то вот такие цифры. это отец, это сын, ну и как ожидаем у отца, отцу вернули PID сына в качестве возвращаемого значения, а сына вернули ноль, и таким образом сын понимает, что это сын, что это новый созданный процесс. Они все, как вы видите, все равно исполняются, ну по сути, они исполняют один и тот же машинный код. Наши функции мы с той точки, на которой форк заканчивается, все равно два потока исполнения исполняют один и тот же код. Он даже будет в режиме, они будут реально исполнять один и тот же код, взятый с одной и той же физической памяти, потому что виртуальная память у этих двух процессов будет указывать на одну и ту же физическую память. всегда ли у нас будет такой порядок выдачи то есть вот before fork у нас получается, что отец выполняется раньше, а сын выполняется потом, после отца. То есть тут у нас получается, как-то отец успевает доработать, а после отца выполняется сын. Ну и такой у нас вывод получился. На самом деле это совсем не обязательно. Относительный порядок исполнения двух процессов после форка вообще не определен. То есть у нас так получилось, что отец выполняется раньше, полностью успевается выполниться и после этого выполняется сын. Это естественно достаточно, если мы подумаем, ну вот смотрите, у нас как работает форк. мы переключились в режим ядра, мы работаем от имени процесса, который вызвал форк, что делает этот форк внутри ядра. Он создает копию, то есть копирует все структуры, относящиеся к процессу. Помещает новый процесс сын в список процессов для планировщика и заканчивает работу. Собственно задача форка это сделать копию и поставить копию, ну пометить копию, как готовую к выполнению. И логично, что системный вызов форк отработал, процесс поместился в список процессов готовых к выполнению, но еще не начал выполняться, потому что планировщик еще не отработал. И мы возвращаемся из форка и дальше продолжает работать тот же самый процесс отец. Достаточно естественно это такое развитие события, но оно не гарантирует. Может получиться так, по разным причинам, что вдруг сын будет выполняться раньше. Нам тут обещали про вфорк. Если мы посмотрим, попробуем с вфорком. Ну вот смотрите, я заменил форк на вфорк и в описании вфорка сказано, что процесс отец блокируется, не будет выполняться, пока процесс либо не сделает экзек, либо не сделает экзек. То есть таким образом процесс отец дает возможность процессу сыну как-то там отработать небольшой кусочек для вызова экзек и чтобы виртуальное адресное пространство у процесса сына было полностью выброшено. То есть экзек уничтожает виртуальное адресное пространство текущего процесса и заменяет его полностью на новое. Это может быть чуть-чуть эффективнее, если у меня будет меньше copy-on-write записей получается. Какую-то минимальную эффективность можно из этого допить. В любом случае даже при VFORC не понятно как дальше пойдет в исполнении. К тому же VFORC не совсем стандартный. Мы будем обсуждать VFORC. вот я запускаю у меня вроде все хорошо а вот тут вдруг стал VFORC распечатался два раза. Почему так произошло? Да, именно что тут у нас есть некоторые скрытые буферы у SD-Auto, которые printf заполняет. При работе с терминалом, то есть когда я вывожу на терминал, у меня символ backslash n он вызывает собственно сброс накопившегося буфера в файловый дискриптор, то есть вызывается системный вызов write. Если у меня запись выполняется не в терминал, то буферизация полная и вот этот символ backslash n не имеет специального значения, то есть строка VFORC поместилась в буфер и write не произошел. Поэтому при форке скопировался буфер и у отца и сына есть буфер с режимом before fork и printf следующий его напечатает. Вот эта работа с буфером она ну и вообще получается, что если у меня есть какие-то разные буферы, которые как-то содержат несохраненное содержимое, это может повлиять на вывод моей программы. поэтому форке нужно об этом помнить. Ну и один из вариантов, ну что мы можем сделать с printf, чтобы он гарантированно отрабатывал полностью до форка, независимо от того терминала это или нет. Первый вариант это отключить буферизацию. Он не очень удачный в целом, поскольку он сильно снижает производительность. Все буфер с наут наут вот. Но если мы посмотрим на то, что происходит при исполнении программы, где-то у меня а то может и ничего не происходит. То есть здесь мы записали все одним райтом. Но это не точно. Вообще говоря, а вот интересно, before fork отдельно, бакс совершенно отдельно. Как-то оно на два райта разложилось. Непонятно почему. Почему но отключение буферизации в принципе может приведить к тому, что вывод просто будет побайтовый. То есть каждый символ, который мы выводим например printf будет вызываться write для одного байта. Понятно, что это не обязательно, но вполне может быть и так. Более правильный вариант это не пытаться как-то модифицировать буферизацию, а явным образом сделать fflash instead out точно так же before fork чтобы принудить к записи содержимого буфера в файловый дескриптор. Но есть fflash null который сбрасывает в буфер все файловые дескрипторы, которые открыты для записи. И на самом деле fflash работает и для файловых дескрипторов чтения. Точнее для файловых потоков чтения. Для stdina fflash тоже работает, но там есть нюанс, поэтому fflash для stdina использовать не надо. Там сложно. Основное назначение флэша это записать все несохраненные буферы, которые мы формировали при записи, с помощью соответствующего системного вызова write. Write очевидно, поскольку он копирует записываемые данные по ядро для выдачи уже на устройство, понятно, что fork на него не действует. В том смысле, что сначала выполнится write, все запишется на устройство, только потом выполнится fork и процесс склонирования. Кроме того, нужно учитывать, что у нас, например, я себе напишу так, как у меня изменится вывод? сын что-то вывел, отец не вывел ничего. То есть, подчеркивание exit это системный вызов, именно настоящий системный вызов, который не записывает, не синхронизирует буфера записи. то есть, то, что у меня print-ex здесь произошел у отца, он так и остался в памяти. Он не успел записаться на устройство с помощью write, я вызвал подчеркивание exit и процесс завершился. Все. То, что было в памяти, потерял сын же, этот ив пропустил и пошел работать дальше и дошел до конца мейна. Конец мейна вызвал неявно exit обычный без подчеркивания, а exit обычный без подчеркивания сделал f-flash для всех дескрипторов потока вывода и все сохранилось. То есть, допустим, если я здесь f-flash закомментирую, то отец вообще тоже не выведет ничего. Даже before fork не будет выведен, потому что он оставался в буфере, а буфер мы потеряли. И вот это подчеркивание exit он именно важен в контексте fork. Если мы хотим минимизировать побочный эффект, который процесс оказывает на какие-то внешние данные. То есть, чтобы сын просто завершился и не трогал возможно какие-то буферы у процесса отца, сына нужно завершать аварийно, например, если файл не открылся, или какие-то другие действия, с помощью именно подчеркивания exit. Тогда все те буферы, которые были у сына, вдруг по ошибке скопированные от отца, они потеряются и побочного эффекта не будет. Если мы вызываем exit без подчеркивания, то будет побочный эффект в виде синхронизации буферов, которые мы получили от отца. Это, конечно, неправильно, что мы от отца что-то получаем, но мало ли. Поэтому лучше перестраховаться и вызывать exit с подчеркиванием. Опять-таки, если это не требуется по какой-то специфике операции выполняемых пороков. Так. Что будет, если я сделаю какие-то такие действия? Что делает эта программа? То есть, она бесконечно делает форки, да, в бесконечном цикле. Каждый форк сам по себе вроде бы ничего не делает. А, ну, цикле, да, бесконечно. То есть, здесь будет создано максимально возможное количество процессов. Эта штука и аналоги этой штуки называются форк-бомбой. и при неудачном стечении, при неудачных настройках, ну, ваших настройках, они могут вас полностью положить в вашу операционную систему. То есть, максимальное количество процессов у меня ограничивается, вот у меня есть параметры в юримитах, max user process, и здесь по умолчанию стоит аж 127, ну, с помощью форка. Понятно, что если я все их создам, то, ну, система ляжет, ну, просто у CPU не будет хватать времени, чтобы давать выполняться всем этим 128 тысяч процессам. Нет. Я, конечно, опытный профессионал, но 128 тысяч процессов запускать не буду. поэтому я чуть-чуть подключу лимит, ее лимит минус у, ну, скажем, там 500, и запускаю. И то есть шанс положить. Надо делать на учебном сервере в Анижанке. Но, тем не менее, так, это мне я войду с другой консольки. SSH Ну, в принципе, все как подзывчиво достаточно. Единственное, что у меня load average сейчас, вот он сейчас растет, так милый, load average стал 200. Что такое load average? Это некоторые синтетические показатели, типа там удобной загрузки моей операционной системы. Он, это некоторое интегрированное усредненное значение, количество процессов, готовых к выполнению за разные промежутки времени. Вот load average, вот этот не скажу точно, либо 30 секунд, либо 1 минута, вот этот load average больше промежуток времени, этот load average еще больше промежуток времени. То есть, это некоторые интегральные средние процессов, готовых к выполнению. ну вот оно растет. Сколько там, 500 процессов? Какой у меня углимент здесь был? Сейчас мы почитаем. Вот у меня типа 500 процессов работает, плюс-минус. Вот, и у меня это вот среднее будет потихонечку нарастать, и где-то там оно постепенно приближется к 500. Ну, потому что понимаешь, что эти вот 500 процессов конкурируют за... Ну, видите, что, в общем, у меня на отзывчивость системы это никак не влияет. Я как работал, так продолжаю работать. У меня здесь 7 ядер, ну, то есть, скорее всего, 4 ядра с учетом гипертрейдинга. 4 ядра собственно здесь такой процессор вполне нормальный, но не самый новый отчет. Ну, оно вот как-то работает. Но если вдруг у вас что-то пошло не так, вы там запустили у себя форк, он вышел из-под контроля и создал вам 100 тысяч процессов, то, скорее всего, ваша система отзываться перестанет. И все очень серьезно подвиснет вплоть до того, что будет тормозить мышка, просто будет очень сложно переключиться на другой процесс и так далее. Как мне вот это все прекратить? То есть, ну, тут может помочь зайти с консольки и рутом и сделать ки-лол 2. Вот ки-лол это некоторое программа, некоторая программа, которая пытается убить всех с именем 2. Ой, у меня башка не работает. это у нее может получиться не всегда, ну, почему может не получиться? потому что, как мы, пока мы смотрим список процессов, находим все процессы с названием 2, они там уже породили новый процесс. Называется догони меня, если сможешь. то есть, с ки-лол здесь вообще говоря не будет работать. Так. Есть совсем жесткий вариант, который называется kill минус 9 минус 1, который вообще убивает все ваши процессы, которые у вас там были. Если вы это сделаете рутом, то вы положите просто систему полностью, не надо так делать. Если вы сделаете это обычным пользователем, то умрут все ваши процессы, но вот в контексте конкретно этой сессии в частности и вот этот вот shell, из которого я все показываю, тоже будет. Ну что, у меня там что-то осталось? Ну да, вы видите, вроде бы как бы оно и работает, но по факту я работать не могу здесь. У меня я ничего толком сделать не могу, поэтому давайте я эту сессию завершу. Вот так. У меня пранк вышел из-под контроля, что называется. Эти процесса 2 никак не хотят завершаться. Значит, ну давайте раз так, раз так. Все, я все прекратил, ну и видите, у меня просто сессия отвалилась полностью. Нет, полностью перезапустить тогда все. Но это вот, как я сказал, самый жесткий вариант, на который не нужно, ну на который иногда приходится идти, чтобы так. Поэтому с форками аккуратно можно все положить без шансов особых, без убийства всего. Лечение это установить себе такой для экспериментов установить себе небольшой юлимит, как я вот попробовал сделать, ну и потом уже попробовать все пытаться убивать с помощью разных вариантов килла, пока не победите свой процесс работающий. Ок. Что касается задач на форк, когда мы рассматриваем разные такие учебные задачи на форк, то тут возможно два варианта на самом деле. Первый вариант, когда вам нужно породить какое-то количество процессов параллельно. И чтобы они выполнялись параллельно и условно работали с одним отцом. То есть у вас получается отец, который породил какое-то количество процессов и они работают параллельно. Что это может быть? Допустим, у нас есть некоторая переменная N и, например, отец должен породить N процессов. мы породим. И чтобы каждый из процессов напечатал свой порядковый номер. я запустил 10 и так получилось, что они даже у меня идут почти подряд всегда вообще у меня правда правильно исполняется? Слушайте, форк забыл. Отец должен пройдить процессы. То есть, допустим, перейди форк. Типовой код, который выполняется после форка следующий. У нас в принципе может быть, что форк нам даст ошибку. Эту ошибку нужно проверять. Единственный на самом деле вариант, по которому форк даст ошибку, это кончились ресурсы. Например, мы ударились в ограничение на максимальное количество создаваемых процессов. У меня было 500. То есть, когда я создал 500 процессов, у меня все дальнейшие форки будут давать номер с 1. Что делать тогда, когда мы не можем создать процессы, это тоже интересный вопрос, вообще говоря, на который нужно думать, как отвечать. сейчас мы попробуем здесь тоже разобраться, какие у нас есть варианты ответа на этот вопрос. Иначе, если у нас процесс сын, ну иначе, если у нас процесс ответа. Смотрите, в отличие от примера с тредами, где я создавал треды, и у меня сразу же возникал raise condition на переменной i, поскольку треды обращались, треды все, и основная программа обращались к одной и той же i. Здесь таких проблем естественно не будет, поскольку каждый форк, вот этот i, неважно где он на регистре или на стеке, он его скопирует, и у каждого процесса будет своя копия переменной i. и они все напечатают свой порядковый номер, а не чей-то другой. То есть тут проблем с общей памятью не возникает. То есть она у нас будет разная просто по факту того, что мы выполнили фор. Так. что еще должен сделать сын? Если сын сделает exit, будет ли это хорошо? запускаю. Если я просто делаю exit с подчеркиванием, то при выводе на терминал я получу необходимый вывод, но при выводе файла у меня файл будет пустой из-за буферизации. Поэтому либо вы делаете явный f-flash nest out, либо используете exit без подчеркивания, который имеет тот же самый эффект. Так. Я запускаю. И у меня процессы типа все равно идут по порядку. То есть как-то ничего интересного не происходит здесь, даже несмотря на форк. Даже я больше процессов запустил. Нет. Нет. Вот здесь мы делаем форк. сын печатает и выходит, а отец идет на следующую итерацию. И вот это на самом деле печать printf и уход на следующую итерацию форка, они происходят параллельно. Отец работает как отец. Он не ждет сына, поскольку мы делаем форк. но все равно мы видим, что вывод здесь у нас строго последовательный. Почему? Кстати, опять-таки, сравнивая с нитями, если мы вспомним пример с нитями, то там вывод был произвольный. То есть там числа перемешивались очень быстро. Опять-таки, несмотря на то, что, но вроде опять-таки, логика абсолютно такая же. Создание либо процесса, либо нити и переход на следующий раз. с нитями было перемешано, а с форками нет. Скорее всего, здесь ответ такой, что, когда мы создаем нити, они попадают в одну группу, и ядро делает какие-то еще дополнительные действия, чтобы их перемешать. То есть они намеренно дополнительно перемешиваются, чтобы как-то исполнялись в произвольном порядке. Для процессов таких дополнительных действий не делается. И поэтому вот оно так получается само. Если я правильно, конечно, сделал, давайте я вообще скопинировал примеры, о чем я здесь говорю. Может, все вообще не так. Ну, вот оно так само получается. Но, как обычно, с теми вещами, которые как бы получаются сами, они вроде бы сами получаются, а в какой-то перестанут получаться сами. И вы никогда не поймете, когда, в какой-то момент произошла эта разница. Поэтому на это рассчитывать нельзя. Ну, и что мы можем сделать, чтобы оно само перестало так получаться? Не знаю. Так, нам нужно... Ну, или давайте вот мы в отца. Ничего не гарантируется. В этом примере не гарантируется ничего. Родитель может завершиться и, скорее всего, завершиться раньше сыновей. В каком процессе, в каком порядке будет завершаться сыновей, кто их знает. То есть, здесь, в каком порядке будет принтер выдаваться непонятно. Вот, опять-таки, в силу, ну, не знаю, вообще говоря, я, в зависимости, не знаю, там, от фазы Луны, версии операционной системы, оно все будет по-разному. Когда я раньше показывал этот самый пример, там иногда бывало некоторые разницы. Но здесь систематически разницы нет. Сейчас, видимо, нужно будет сделать какие-то дополнительные действия, чтобы эту разницу как-то увидеть. Вот, просто нет разницы. Что? А, вот, кстати, вот, вот, обратите внимание, 85, 87, вот, и выше. Отлично. Ну, это, как раз, иллюстрация того, что, то, что кажется, оно, вот, в любой момент может сломаться. 79, 81, 80, то есть, оно иногда почему-то, почему-то не работает. Вот так вот. Я могу себе предположить, что, какой-то еще процесс из работающих в этот момент вмешался и встал в очередь и что-то там применялось. чтобы совсем перемешать, давайте попробуем какой-нибудь, я не знаю. либо здесь поставить, либо в АЦ поставить, я уж не знаю, как это будет, вот, по ЦАРу. Не работает. Ну, и никаких гарантий нет, что это будет работать. Вот в этом примере я запустил, я запустил получается их параллельно и без каких-нибудь гарантий вообще. Если я сделаю здесь wait now, что, как у меня будет работать эта программа? Значит, wait у меня находится в CISV. Является ли эта программа параллельной? То есть, запускает ли она процессы параллельно? Нет. Посмотрите, у меня отец сделал форк и сразу его подождал. И в этом смысле процессы вообще будут последовательно запускаться. Мы запустили процесс, дождались его выполнения, запустили следующий процесс, дождались его выполнения, и так у меня просто они будут по очереди выполняться. То есть, это не параллелизм. Я добавил wait сюда, я сделал то, что у меня теперь нет параллелизма. У меня просто есть последовательное выполнение моих процессов. Поэтому если у вас wait находится в том же самом цикле, в котором вы порождаете процессы, это подозрительно, что скорее всего у вас может возникнуть ситуация, что фактического параллелизма у вас нет. Как мне дождаться всех процессов, которые вообще я не запускал? то есть, то есть, я что-то там запустил, у меня, конечно, у каждого есть PID, в принципе, я могу все мои PID сложить в массив и потом их ждать, а как мне подождать вообще? Все. то есть, while wait now больше нуля, wait мне будет каждый раз возвращать PID процесса, потом, когда процессы кончатся, у меня wait вернет минус 1, что больше сновей нет, и на этом цикл завершится. Вот, 98, 97, 99, так, опять случайно получилось. Так редко бывает нужным, когда нам нужно вообще подождать все, но почему бы нет, какой-нибудь Shell вполне себе может подождать всех своих фоновых процессов регулярно, чтобы их выхранить. Что будет, если мы не делаем wait для процесса? То есть, давайте я здесь поражу какой-нибудь большой слип. Вот у меня сыновья отработали, сейчас процесс заснул, что произошло вот с этими сыновьями, которые завершились? они стали зомби, да. Вот у меня в списке возникла куча процессов, которые помечены как зомби, у них нет уже тела, и они просто находятся в связи с процессом. Что такое процесс зомби? Нам нужно каким-то образом передать небольшую информацию о том, как завершился процесс сын, чтобы процесс отец мог ее получить. из-за способа это процесс отец знает только PID сына, и у него нет другого способа обращения, в общем-то. Поэтому мы, если даже процесс завершился, то мы замораживаем его PID и сразу же его не уничтожаем. у нас остается вот эта вот запись о процессе в списке процессов в состоянии зомби, она будет в нем находиться, либо пока отец не опросит эту запись с помощью wait, а как только выполняется wait, запись зомби уничтожается. Все, она больше не нужна, мой статус процесса получили. Либо если сам процесс завершается, вот тот, который сейчас ждет, процесс когда завершается, его сыновья, если они были в зомби, они тоже уничтожаются, поскольку по правилам передачи родительских прав, если отец завершается раньше сыновей, то родительские права передаются процессу условному процессу и нет, это сейчас не совсем так. Вы можете делать сессии, в которые вот эту роль называется процесс риппер возьмет на себя какой-то другой процесс, необязательно процесс один, в любом случае он их всех уничтожит. То есть если отец завершится раньше, зомби будут похоронены и нет в простых словах. Но они есть. Они занимают таблицу процессов и они считаются в лимите. То есть если вы если у вас лимит небольшой, вы напородили зомби, в какой-то момент вы просто из-за того, что у вас есть куча зомби непохороненных в новый процесс просто вы сможете сделать. Потому что вся емкость таблицы процессов занята. Поэтому зомби нужно периодически уничтожать. Что мы знаем про зомби? Мы можем просто посмотреть какую-то статуу про зомби. Виртуальной памяти у них уже нет. Ничто не отображено. FileMaps пустой. Статус тоже очень такой упрощенный. Тут кучи полей уже нет. Нет ничего отвечающего за виртуальную память. Просто какая-то идентификация пользователя, процесса, идентификация группы, какие-то уже справочные информации о сигналах. Ничего такого уже относящегося к исполнению процесса не осталось. Просто минимум информации, которую мы должны отдать родителю, когда родители опросят статус завершения процесса сыновья. Так, возвращаясь к нашему отцу, у которого 100 детей, получается если мы сделаем Ctrl-C, процесс завершился по Ctrl-C и все будет похоронено уже процессом логика. Следующая вещь, которую еще нужно сказать, вот я здесь нажимаю Ctrl-C, даже видите в случае форка, ну давайте так, я напишу еще один пример, пусть у меня вот эти вот сновья не завершаются, а засыпают тем же глубоким сном. вот у меня все заснули, если я смотрю список процессов, у него вот тут все что процесс ослепления в состоянии находится, вот все они здесь у меня есть. Так, вот я нажимаю Ctrl-C, что происходит в этой памяти? Кому, кто получает сигнал сигэнд, который у меня здесь Ctrl-C выслали. на самом деле вот Ctrl-C сигнал сигэнд, который генерируется при нажателе на Ctrl-C отправляется не только этому процессу, но и всем потомкам процесса при выполнении некоторых условий. На самом деле здесь у нас важно то, что когда я выполнил форк в моем сыне вот форк, мои процессы сыновья, они скажем так, сохранили ту группу процессов, в которой находился отец. У нас помимо собственно процесса есть принадлежность процесса к некоторой группе. По умолчанию, когда мы делаем форк, все новые процессы помещаются в ту же самую группу, в которой находится сам процесс. И Ctrl-C он отправляется не одному процессу, не тому, который сейчас выполняется на серминале в форграунде, а всем процессам из этой группы. Поэтому Ctrl-C, то есть сигнал Segment получит не только отец, а и все его сыновья. Как мы можем это проверить? Что Ctrl-C пришел всем? Ну мы можем написать простенький неправильный но возможный handle handle S Так писать нельзя, но давайте напишем printf Segment и повесим его в отце Ctrl-C мы видим, что Segment пришел в каждый из сигналов. И кроме того, вот это то, что пришел Segment он у нас завершил Sleep в итоге. То есть Sleep сам по себе завершается не только тогда, когда у нас завершаются вот эти тысячи секунд, которые были установлены, но на самом деле с приходом любого сигнала. Вот я обработал сигнал Segment, Sleep завершился и отец и сыновья пошли работать дальше. Группами я, в принципе, могу манипулировать. Допустим, если я помещаю сына, то есть Set Pg1 в новую группу. Pg1 Вот у меня мои 10 процессов, но если мы смотрим теперь идентификатор группы процессов Pg ID, то он у них всех будет разный. Вот у меня родитель 40-62 и каждый сын имеет идентификатор в своей группе процессов. И теперь если я родители завершу Ctrl-C сигнал пришел куда? Сигнал пришел только в родители. И что теперь происходит? Почему у меня родитель не завершился? потому что родитель вышел из липа и сейчас ждет на выйти. А сыновья все остальные 10 сыновей сигнал просто не получили. Они как ждали свои тысячи секунд так и продолжали ждать свои тысячи секунд. То есть сигнал пришел не всем только тому процессу который сохранил группу процессов при запуске. давайте кило 4 сделали там без права да вот все завершилось. Точно такая же семантика и у сигнала сиг мы уже вперед забегаем у нас есть сигнал сиг по Ctrl C и сигнал сек квит что такое сигнал сек квит в чем его отличие от сиг если я запускаю отправил сигнал сек квит он обычно на клавиатуре Ctrl Backslash построен то это аварийное завершение смотрите у меня Core Dumped то есть процесс завершился аварийно это принудительное завершение процесса причем с дампом памяти в Core он он точно так же рассылается всем которые живут связаны с терминалом если они не отключались в другую группу если мы сейчас посмотрим то у нас работает а кто нет мы видим что этот процесс 4 продолжает работать сек вид пришел только в отца так накопилось итого у нас что у нас идентифицирует таким образом процесс у нас есть PID процесса это число которое для каждого только что созданного процесса свое все эти чисто уникальные среди всех в текущий момент работающих процессов но по мере времени жизни системы если система живет долго PID процессов будет повторяться когда мы все их исчерпаем у нас есть PID родителя то есть того процесса который нас создал то же самое ситуация что гипотетически возможная ситуация что родитель завершился а на его месте уже другой процесс который не родитель но у него тем не менее тот же самый PID и у нас есть группа процессов которая по умолчанию совпадает с группой процессов родителей но вы можете процессы из группы группы перемещать группа процессов важна когда мы начинаем работать с сигналами но мы когда будем уже сигнал рассматривать попозже поподробнее об этом поговорим окей итак наш пример который был с параллельным запуском он работал параллельно какие у нас то есть у нас вот у этого примера была такая иерархия ну типа родитель и у него много сновей 100 как нам в этом примере добиться того чтобы процессы вот здесь вот печатали бы свои идентификаторы последовательно то есть ну здесь вы видели да если я запускаю просто так то оно почти всегда последовательно но никаких гарантий нет вот здесь вроде без отклонений но если я еще там сделаю пару запусков вполне возможно что они будут и непоследовательны как мне добиться того чтобы вот эти вот принтефы выполнялись выводились строго в порядке увеличения их номеров процессов при этом чтобы процессы работали параллельно то есть я не могу запустить подождать запустить подождать мне нужно как-то их стивилизовать как решить эту задачу последовательного вывода ну как бы в терминах только вейтов только форков никак здесь потребуется дополнительная синхронизация в том или ином виде она может быть сделана по-разному может через сигналы может через какие-то другие средства но просто гарантировать чтобы они все в этой парадигме выводились последовательно мы не можем давайте рассмотрим чуть-чуть другую задачу с таким порождением вот вот у меня N процессов но теперь я хочу породить их по цепочке отец порождает сына сын порождает внука внук порождает правнука и так далее пока у меня не будут порождены вот эти 10 новых процессов то есть у меня в итоге должно быть 11 процессов как тогда может выглядеть вот эта вот цепочка как может быть как может выглядеть код для создания такой цепочки процессов например так вот в форе предыдущей версии мы в сыне то есть вот здесь выполняли собственно действия сына и завершали процесс а мы можем сделать и наоборот мы можем в отце то есть в отце давайте сделаем например break здесь поставим sleep 1000 чтобы заморозить а в сыне не сделаем ничего что у меня таким образом будет происходить давайте запустим давайте запустим 5 допустим 10 вот ничего не войс ну понятно давайте проверим что у меня все вот мои раз так 5 плюс 5 вот 10 процессов плюс сам родитель который 10 процессов создал и что мы видим у нас есть pid и parent и смотрим что вот у самого нижнего 258 у него parent 257 257 256 256 255 и так они у меня вот так вот по цепочке отец сын и так далее они у меня в итоге были порождены то есть вот отец pid 48 он стал отцом процесса 49 процесс 49 стал отцом процесса 50 и так далее у них всех одна и та же группа процессов вот 248 совпадающая с процессом отца потому что ну они в одной группе находятся они все порождаются по умолчанию поэтому control c убьет их всех без проблем и еще раз посмотрим на ход в этом ходе отец ничего не делает в цикле просто его завершает а по факту у нас цикл продолжается в сыне то есть вот сын идет на следующую итерацию это переменная i которая у сына увеличивается сын делает fork опять-таки сам сын ничего не делает делает break уже сын сына идет на следующую итерацию и так далее пока мы все не породим вот здесь при таком цепочечном порождении как нам сделать так чтобы например процессы выводили свой номер ну скажем в обратном порядке то есть сначала мы гарантированно напечатали давайте попробуем итак задача мы хотим чтобы процессы выбили свои идентификаторы но в обратном порядке что нам для этого нужно сделать давайте sleep уберем у нас вот сам процесс который здесь сделал fork он что должен сделать он должен подождать пока закончится сын и напечатать себя процент d и как будет работать эта программа давайте посмотрим собственно вот как раз получается что мы ждем сына того самого которого мы здесь породили того самого который ушел на следующую итерацию нашего цикла форм и когда мы его дождались мы печатаем свой собственный номер тут сколько у нас процессов будет порождено в итоге один изначально а мы цикле получается 11 сейчас точно 11 у нас сколько форков будет выполнено у нас что у нас будет на последней итерации происходить на последней итерации мы а нет 10 почему 10 есть сейчас на нулевой итерации ну вот у нас очередной порожденный процесс ну смотрите при n равном да при n равном 9 мы порождаем 10 процесс он ничего не делает и мы ну мы мы в этом цикле сколько раз находимся мы находимся в этом цикле все таки 10 раз сейчас что-то у нас не сходится давайте разбираться 9 от 9 до 0 это это вполне себе ожидаемо 0 ну давайте сделаем так дайте теперь процесс мы ожидания выполняем 5 раз логично соответственно каждое ожидание ждет ждет нас нового процесса и мы конечно мы порождаем ровно 5 новых процессов плюс еще давайте не забывать что у нас есть процесс родителей вот процесс родителей который вот здесь вот на нулевой итерации когда мы сюда вошли вот это вот код который будет выполняться в процессе родителей и да мы порождаем n новых процессов плюс еще процесс родителей так вот здесь вот мы получается еще раз скомпинируем запустим выводим в обратном порядке как там вывести в прямом порядке чтобы сначала мы вывели бы свой айтишник то есть получается что у нас ноль это на самом деле процесс отец не нолевой сын а вот процесс отец он у нас выступает под номером как там вывести в прямом порядке куда нам имеет смысл этот print переставить сюда а вот размещение вот здесь и дофорка чем-то отличаются как вы думаете вот где лучше здесь или здесь ну буферизация ладно мы пашки так давайте мы его здесь повесим заметьте что начинает тормозить заметно заметно медленно начинает работать когда у меня увеличивается номер процесса вот все медленнее и медленнее почему так всего лишь две тысячи процессов не создано с чем это связано перебор и убил смотрите много процессов это вот реально это начинает тормозить просто потому что много процессов и смотрите вот тут у меня вот раньше когда я делал форк параллельно когда отец всех создавал оно у меня тысячи процессов как-то в лед проходило а тут оно заметно медленнее происходит и в конце еще какое-то время меня все притормаживает после вывода 999 завершение программы оно небольшое но заметно ощущаемое время все ли здесь выводится в правильном порядке то есть правильно ли я решил задачу что у меня сначала печатается номер в возрастающем порядке давайте посмотрим еще раз я печатаю принтепом свой текущий номер родители отец печатает номер ноль выполняет форк дальше форк что происходит сын не делает ничего прошу прощения да сын не делает ничего снова уходит на новую итерацию цикла печатает себя делать новый форк отец ждет сына то есть по идее да я здесь принтеп делаю до форка таким образом ну если я еще добавлю сюда и флаж на всякий случай что всегда полезно делать в таких вещах будет правильно мы полностью выводим до форка поэтому к моменту когда у меня создается сын очередной его текущий номер уже выведен потом создается еще один сын еще один сын подцепочий и самое главное что принтепс дорабатывает до форка но почему оно начинает так тормозить как вы думаете в чем причина вот заметно тормозит или не тормозит ну нет или это какое-то просто какие-то вещи не связанные с вроде а как мне подтвердить что оно тормозит или не тормозит еще раз давайте посмотрите нажимаю оно завершилось где-то у меня был пример первый что или второй пример третий пример где я порождал их параллель да вот третий пример где я порождал параллель все вот 1000 порождается параллельно а вот здесь вот в примере 6000 ну заметно медленно работает вот нельзя отрицать что здесь 1000 порождается намного медленнее чем предыдущий пример так почему так подумайте почему вот этот пример намного медленнее чем параллельное порождение процессов из отца что нет я не вижу чему это противоречит у нас стэк не нужно точно так же те страницы памяти которые используются они будут копироваться вроде никаких изменений не должно быть но с каждым разом порк работает семей нет ну и что то справедливое замечание возможно это и так кстати но смотрите здесь же у нас все равно отец делает вейд и в момент когда он делает вейд управление переходит дальше в планировщик и дальше в другом процессу то есть что мы таким образом наблюдаем насколько медленно планировщик работает что ли что можно здесь делать как мы можем замерить время которое мы тратим например на системный вызов порк ради интереса как мы можем его профилировать ну тайма нам не хватит но например у нас есть функция getTimeOfDay которая нам даст микросекундную точность ее наверное вполне хватит ну не то чтобы это точно было но тем не менее мы можем его пропорфилировать с getTimeOfDay замерить время до замерить время после сложить эти все времена которые у меня будут в цикле и получить некоторое суммарное время форка для случая с параллельным созданием для случая когда отец все создает или когда они создают по цепочке и понять в чем разница то есть я не знаю этого ответа вот опять мы сейчас рассматриваем этот пример я с этим сейчас тоже первый раз столкнулся интересно почему вот давайте мы сейчас на этот вопрос ответ отложим на следующий раз и на этом на сегодня закончим в принципе с типовыми зданиями на форк мы их с вами посмотрим спасибо 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 Продолжение следует...